Владельцы квартир Красноярска восстали против жилищников. Они обвиняют свое ТСЖ в противоправных действиях. Явка бы их плату за жилье собирали на чужие счета. Добьются ли правды собственники и как отказаться от неугодной жилищной конторы, выясняла Надежда Семензяева. Мы платим за квартиру. Не понять кому и за что мы платим. А деньги до ресурсоснабжающих организаций не доходят. Елена Подколзина не боится обвинения в кривите. Она на сотню раз проверила то, что взялась утверждать. Жительница дома на улице Вильского несколько лет платила своему ТСЖ «Каскад-2». И даже не подозревала, что ее деньги оседают не на тех счетах. Такие слухи ходили, что наши деньги не находят. А потом мы сами через интернет зашли на сайт АГК-13, зашли на сайт арбитражного суда и все увидели своими глазами. Официальные пресс-службы всех ресурсоснабжающих организаций города подтвердили. Долги ТСЖ «Каскад-2» перед ними измеряются миллионами. Предприятие у Красноярская теплотранспортная компания. Жилищники даже умудрились задолжать дважды. До переименования и после. ТСЖ «Каскад-2» является нашим проблемным потребителем. Задолженность ТСЖ «Каскад-2» на конец 2012 года перед Енисейской ТГК сложилась в объеме около 15 миллионов рублей. Перед Красноярской теплотранспортной компанией за два только месяца тягущего года уже 2,7 миллиона рублей задолженность. ТСЖ «Каскад-2» по данным на сегодняшний день должно компании «Красноярская наркозбыт» более 4 миллионов рублей. Задолженность длится с 1 августа 2011 года. Претензии к ТСЖ «Каскад-2» у жителей домов Новильского после этого неприятного сюрприза растут как снежный ком. Они утверждают, все решения жилищники принимают без их ведома. С самим товариществом собственников жилья происходят странные вещи. Договоры у жителей заключены с компанией «Каскад-2», но платежки им присылает ООО «Краст». А чек выдает управляющая компания «Серебряный». В этой ситуации по заявлению жильцов дома уже пытаются разобраться полицейские. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции между муниципальным управлением УВД России и Красноярская по данному факту проводится проверка. В целях изучения всех обстоятельств в настоящее время назначено бухгалтерское исследование. Вопрос о возбуждении уголовного дела может быть решен только после проведения всех необходимых исследований. Жильцы дома в очередной раз собрали сход, на который пригласили журналистов и руководителя ТСЖ «Каскад-2». Однако последний внести ясность в ситуацию на месте отказался. «В понедельник, подъезжайте». Не нашел времени мужчина для общения с нами ни в понедельник, ни сегодня. Жители домов на Вильского уже решили в ближайшее время попытаются отказаться от услуг ТСЖ. Жителям домов на улице Вильского поставщики ресурсов предлагают сотрудничать с ними напрямую. Для этого тоже нужно собрать подпись каждого жильца. Говорят, дело это будет немного хлопотное, но зато надежное. Деньги собственников в этом случае уж точно никуда не уйдут. Надежда Семенедяева, Андрей Шилаков, Максим Галат. Новости.